Паркуя машину во дворе, будь готов ко всему. В этом убедилась автоледи из Иваново. Проснувшись ночью и выглянув в окно, девушка обнаружила, что ее иномарку угнали. Сразу позвонила в полицию и бросила клич в социальных сетях. Пока сотрудники УМВД искали машину, а хозяйка горевала, мошенники нашли способ нажиться на чужом несчастье и предложили автоледи выкупить собственную иномарку. Hyundai 2014 года они оценили в 100 тысяч рублей. Они попросили из той суммы, из той пачки денег, которую я должна была привезти, чтобы я выбрала из них три купюры из разного места, и чтобы они поняли, что это не кукла, что это не меченые какие-то деньги, чтобы я должна была положить на номер телефона. Девушка отказалась выполнять условия мошенников. В ее адрес посыпались угрозы. Обещали прислать снимки разобранной машины. Как выяснилось впоследствии, телефонные мошенники к реальным угонщикам отношения не имели. Через несколько дней полицейские задержали жителя Вичуги, по подозрению в серии автокраш на территории сразу нескольких регионов. Он и рассказал, где искать серебристый Солярис. Конкретно потерпевшей некоторым вроде повезло, что ее машина еще осталась здесь. Еще бы немножко времени, да, в ближайшее время она была бы перегнана в другой регион, где тем или иным путем ее постарались бы легализовать. И у нее в скором времени появился новый владелец. Сотрудники полиции установили, что группа злоумышленников выбирала неприметные машины стоимостью до миллиона рублей. Была совершена серия краж. На переднем бампере образована новая трещина, и у меня сорваны все замки. Это дверной замок, замок зажигания, соответственно, все это придется менять. К счастью, машину не успели не разобрать ничего, как предполагалось, что эта машина была угнана для совершения каких-то других противоправных действий, для какого-то там другого последующего нанесения вреда обществу. Деньги за услуги эвакуатора и ремонт потерпевшие теперь потребуют от злоумышленника. Кража машин – достаточно распространенное преступление. В текущем году их было совершено 150. Самые популярные у преступников машины – корейского и японского производства. В топе марки Kia, Hyundai, Toyota. А вот цвет кузова в этом деле играет самую меньшую роль. Сигнализация от угона не спасет, но водители все же могут защитить свое транспортное средство. Самое минимальное, с чего начать, это постановка транспортного средства на охраняемую территорию. Какая-то будет, это уже на выбор владельца. Главное, чтобы она охранялась достойно. Второе – это попытаться обезопасить автомобиль средствами защиты, механическими средствами защиты. Это блокирование рулевой колонки, блокирование коробки автопередач. И установка электронных систем сигнализации. Если вы обнаружили, что припаркованная машина пропала, немедленно обращайтесь в полицию. Чем меньше времени с момента угона пройдет, тем больше шансов увидеть автомобиль снова. Полицейские предупреждают – ни в коем случае не стоит идти на поводу злоумышленников и пытаться вернуть транспортное средство самостоятельно. Как правило, угоняют машины и выманивают деньги разные люди. Поэтому есть риск, став жертвой одного преступления, оказаться втянутым в другое.